Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И продолжаем, продолжаем обзоры того, что называется GMK NUKEBOX. Самый маленький микро PC, да, в настоящий момент на рынке. Напомню, что до этого мы говорили про то, что называется Chuwi LARBOX. Он побольше и послабее. Здесь процессор Celeron, который 4.115, здесь Celeron, который 4.125. И в GMK находится целых 8 гигабайт оперативной памяти. И можно установить любой M.2 SSD, но в данном случае в предложении идет 128, 256 и 512. By default системный раздел, в то время как у Chuwi системным разделом является то, что называется EMMC 128. А дальше вы можете доставить. В любом случае, внизу в описании к видео о всплывающих аннотациях. И в конце видео вы найдете и распаковку вот этого, и распаковку вот этого, и кубика рубика, который поставлен здесь для того, чтобы вы реально видели размер. А я напомню, что мы будем говорить о следующем продукте GMK, который они также выставляли на Indiegogo со смешной ценой меньше 150. Это монитор, да. Это внешний монитор, который 14 дюймов. Мы его распакуем. Причем, как бы, они хорошо подошли к тому, что называется оформление, подборка и так далее, чтобы люди, которые заказывали это с GMK, чувствовали себя, с Indiegogo, чувствовали себя, так сказать, одаренными. При этом напомню, что у меня есть старенький монитор. Он уже много лет уже, да, уже получается с 2018 у меня успешно отработал. Я уже успел ему разбить кнопку управления менюшкой и прочее. Но при этом он отлично справляется со своими делами. Его обзор я тоже писал, рассказывал. Это 2,7. Так что посмотрите, опять же, на канале. Вполне, вполне себе такой приличненький мониторчик. Ну и перед тем, как начать, собственно говоря, распаковку и обзор. Хочу напомнить, что я планирую на канале провести розыгрыш вот этого вот устройства. Это называется, да, это называется GPD Win 2 на седьмом процессоре седьмого поколения M3 7Y10. 30? 30, по-моему, все-таки. И 8 гигабайт памяти для игр, для погоняния чертиков и тому подобное. В память о своем любимом коте Bluetooth, ну и наступающем Новом Годе. Так что подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. В скорости, в скорости будет объявление о конкурсе, как с ним участвовать. Ну а мы вернемся, да, мы вернемся к обзору мониторчика. Смотрите дальше. Итак, как я уже говорил, мы имеем дело с 14-дюймовой панелькой, монитором, мобильной панелькой, которая позволяет вам таскать с собой любой девайс. Он может служить не только как расширение для данного, там, Чуви или GMK, но и для любого другого устройства. Будь то ноутбук, будь то, не, планшеты только Windows-овские умеют подключаться к внешнему монитору, будь то какое-либо другое устройство. Так что классно. Напомню, что одной из особенностей этого дела является также то, что данный 14-дюймовый монитор является не просто 4К, он еще и Touch монитор. Это значит, что мы можем его подключить, коробочку поцарапали, интересно, это они так комплектацию проводили или чего. Он еще и Touch монитор, который позволяет вам работать с устройством без клавиатуры, без мышечки и тому подобное. Фактически комплект из такого монитора и GMK-шки представляет из себя вполне достаточно мобильный рабочий комплекс. Напомню, для того, чтобы вы не страдали, GMK еще положила в комплект вот такую вот сумочку, куда мы это все можем сложить. Как вы видите, такой, как это, necessary для того, чтобы возить с собой всякие вещи в дороге, да, то есть там, не знаю, щетку зубную и так далее. Теперь можно возить полноценные мощные компьютеры. Кто бы мне сказал 20 лет назад, что 8 гигабайт памяти, когда у меня стоял блок на столе с 8 гигами, он был огромным, да, 8 гигабайт памяти будет помещаться вот так вот. Ну, не поверили бы. Да, и мы сейчас достанем монитор, монитор, я даже не знаю, как это показывать. Монитор действительно классный, его берешь в руки, уже чувствуешь, что это вещь. Он легкий, он тонкий, то есть его толщина, ну вот, да, заявлено 5 миллиметров, можно поверить. Здесь потолще, но здесь находится, я так понимаю, сама система управления и так далее. Пока мы не будем трогать монитор, мы пройдемся по остальным запчастям монитором. Что у нас здесь есть? Тянись. Куда оно? Так, давайте по очереди. Вот здесь. Вот здесь у нас инструкция, пригодится. О, тряпочка, тряпочку всегда найдем, там, посуду помыть и так далее. Так, а вот тут вот что? Тут одна какая-то штука, там не что-то есть, или это просто довесок. Прикольно, полностью запечатано. Нет, есть такие шнурки. Ого, вот это нам хорошо, вот это мы хорошо зашли. Итак, шнурок микро-USB, нафига, непонятно. А, у него, по-моему, есть микро-USB-выход. HDMI в мини-HDMI. И USB Type-C в USB Type-C. Отлично. Прикольно, здесь нет ничего. USB Type-C в USB Type-C немного пугает, поскольку, я так понимаю, это питание, но питание-то у меня обычное. Ладно, сейчас разберемся. А, еще у меня в руках еще один USB. А, тогда все вообще супер у вас. Смотрите, то есть, USB в обыкновенный в Type-C, USB в USB. Это для подключения, причем он толще. То есть, это питалово будет. Это, если у вас устройство поддерживает USB Type-C, соответственно, передачу по нему, да, картинки. Вот у нас шнурок для картинки. Это, если у вас HDMI. И это, если вам что-то еще нужно подключить. Спасибо. А, теперь смотрим на сам мониторчик. Давайте быстренько его распакуем. У него тут, видите. Так, будем резать. Будем резать. Оно само разрывается. Посмотрим. Посмотрим. Кто-то его уже тут руками трогал, упаковщики. Для того, чтобы он нормально стоял. Это очень хорошо придумано на предыдущем. Можно увидеть резиновые валики. Главное, чтобы они не отрывались. Сам монитор становится на вот таком вот стендике. Как вы видите, он отклоняется по принципу сюрфейсовского. До угла 90 градусов. И отлично себе стоит. Теперь осталось посмотреть, как его подключить. А подключить его... То есть мы можем регулировать высоту. Так, тут динамики. Кстати, динамиков заявлено два. У него будет стерео саунд. Спасибо большое. Здесь у нас можно увидеть вот тот самый 3,5 мм джек для наушников. Звук-то у него есть по HDMI. Вот это непонятный разъем для чего. Но это микро-USB. Может быть для чего-то пригодится. Может для подключения. Здесь вы видите опять же USB Type-C. USB Type-C. Скорее всего один из них питание. А другой из них передача данных. Или тоже, ну то есть как бы взаимозаменяемые. Это микро-HDMI для подключения. Никаких других. Ну тоненький. Слушайте, тоненький. Но ощущается крепенько. Так хорошо скроенный девайс. А здесь вы видите кнопку включения. Ну раз, два, три, четыре, пять. Батареек у него нет. Хотя написано Portable. Но Portable и Mobile это несколько разные вещи. Что же, давайте я сейчас тогда подключусь. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И мы попробуем поработать с GMK через тачскрин. То есть это мне значит надо и шнурок питания, и шнурок... А, шнурок питания, он же и будет и шнурком управления, если я правильно понял. То есть я сейчас вот эту штуку подключу. Вот эту штуку подключу к GMK. Но у GMK там включены оба порта. Интересно, будет ли он работать через хаб. Хватит ли питания хабу. Давайте проверим. Раз. Два. И вторая часть марлезонского балета. Это шнурок HDMI. Микро HDMI. Конечно, штука такая. Мини HDMI. Штука такая, редко встречающаяся. Но в принципе, даже если я где-то прогуляю этот шнурок. Скорее всего нет. У меня есть целый набор шнурков. Вот, обратите внимание, вернее, переходников. Как это работает. Можно посмотреть. Это прикольный такой вот переходничок. Для того, чтобы подключать HDMI-to-HDMI. То есть куплено на, по-моему, UGRIN. Да, UGRIN. Так что посмотрите. Опять же, напомню, внизу в описании к видео. В всплывающих аннотациях. И в конце видео найдете все соответствующие ссылочки. Итого. Так, подключаем сюда HDMI. Мини HDMI. Сюда HDMI. Иди сюда. И пробуем запуститься. Это мои отпечатки уже. Раз, два, три, четыре, пять. Не запускается. Так. Будем разбираться. Скорее всего, просто не хватает питания, которое идет через хаб. Надо подключиться напрямую. А чтобы подключиться напрямую, нам нужно вот эту штуку переключить вот сюда. Но мы останемся без клавиатуры. Пробуем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Нет? Интересно. И еще одна попыточка. Не работает. Интересно, интересно. Все, разобрался. Методы математического тыка и чтения документации. А в документации, правда, сказано, что типа бла-бла-бла, девайсы взаимозаменяемы. И здесь нигде не сказано, что они должны быть по-разному. Я имею в виду, порты по-разному настроены. И также в документации сказано, что вот подключайте, будет вам счастье. Или же, где тут вот с другой стороны, подключайте, будет вам счастье. Кроме, обратите внимание, вот этого вот маленького момента. Вы должны еще подключить power supply, если порты не тянут, девайс перенагружен и тому подобное. Я их прекрасно понимаю. Короче, без внешнего источника питания. Испытывал на батарейке. Испытывал на блоке питания. Работает нормально. Девайс видится. Девайс работает. Но тут есть еще один момент. Расположение портов и подключение портов. То есть, обратите внимание, белый шнурок, это питание, взятое от, кстати, того GPD Win 2, которое я должен вам разыграть, подарить. А в нижней это идет то, что называется NUC, да? NUC Box и, собственно говоря, HDMI. Так вот, вот в такой последовательности тачскрин работает без проблем. В обратной последовательности тачскрин почему-то работать отказывается. Ну, это, как говорится, уже такое дело. Ну, вот вы видите, да, работающий девайс. Кстати, здесь я уже успел установить. И можно включить назад теперь. И блок, ага, назад теперь его не включишь там. Ладно, бог с тобой, золотая рыбка. Здесь я уже успел установить PCMark и погонять звук. Вот вы слышите. Работает вроде нормально. Картинка, как по мне, так даже очень ничего. Вот мы ее сделаем получше, чем та, которая была на предыдущем тачскрине. И по яркости, и по контрастности, и по передаче цветов. Причем я подключал, когда игрался, к разным девайсам, да? То есть, как бы пытаясь понять, что происходит не так, и почему, где и что. По-разному показывает. Здесь у нас есть кнопочка настройки. Кнопочка настройки позволяет нам, опять же, увидеть различные параметры того, что где здесь настроено. Так, иди сюда. Она же, то есть, при одиночном нажатии это меню. При двойном нажатии это при удерживании. Это включение-выключение. Различные режимы монитора в том виде, в каком вы хотите работать. То есть, вот оно, эко-стандарт, так называемый. Цветовые гаммы, юзерская и тому подобное. Тут интересный HDR. HDR, конечно, пересвечивает по полной программе. Но, в принципе, такое дело. Надо подключать HDR-овский именно источник для того, чтобы выяснить все это дело. Языки, как вы видите. И, соответственно, настройки можно вот контрастность немного подкрутить или убрать. Для того, чтобы смотреть. Ну, она 50 здесь. 100-150. Источники. Я вот это... А, это для правильных глаз. Выключение звука. FreeSync. OD. Не знаю, что такое OD. Тут, по-моему, в документации про OD. И вообще про менюшку. Ничего. А, нет, сказано. Девятое. OD. SpeedUp Response Time. Интересно. И в каком? Ну, он включен. SpeedUp Response Time. HDMI. Бла-бла-бла. Restore Factory Settings. Нам не нужно Restore Menu. Down. И так далее. А, в общем, все нормально. Кстати, раз уж зашел разговор про HDMI, давайте попробуем включить и посмотреть, реагирует ли девайсик на HDR. Выключим здесь. Ага, пока менюшка включена, но не работает. Выключим здесь. Включим здесь. Очень даже, кстати, удобненько. Слушайте, прикольно. Когда зайдем в дисплей. И где-то здесь у нас есть Windows HDR Colors. И он говорит, no, 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 no. Классненько. То есть, HDR я включить на девайсе могу, но распознавать его Windows отказывается. Ну, раз Windows откажется, можно, конечно, попробовать перегрузить сам Nuckebox. Ну, бог с тобой. То есть, не поддерживает оно HDR почему-то. Или, еще раз говорю, надо было делать это сразу. Но, в принципе, вот так вот для работы, а если не набирать клавиатуру, а просто где-то лазить, то, по-моему, вполне даже неплохо работает. Так, как тебя остановить, золотая рыбка? Никак. Ну, и бог с тобой, да, как говорится. Ну, вот. Скрин. Очень даже неплохо читабельный. Причем он поставил мне по умолчанию, если посмотреть сейчас в разрешение, 300 я переключил в 225 скилаут, потому что 300 было очень крупно. Так вот я сижу на расстоянии более чем вытянутой руки. Для моего зрения это читается нормально и так далее. Звук не знаю. Звук надо пробовать. А пробовать, ну, где? На каком-нибудь музыке, да? Давайте на какой-нибудь музыке попробуем. Где наша клавиатура? Клавиатуры нет. Придется включить еще клавиатуру. Show Touch Keyboard. Почему бы и нет? И давайте... А, это же выключат, блин. Попробую что-то нормальное включить на YouTube. YouTube, слушайте. Dotcom. Попробуй же что-то включить на YouTube, как сразу заблокируют и тому подобное. Господи, это что? Люди вот это все такое смотрят? Шварценеггер с большим ножом. И кого бы такого... Кто такие BTS? Не знаю. Короче, у нас есть другие... У нас есть другие кумиры и другая музыка. Рамштайн. Вот их. Эй-эй-эй. Я не просил запускаться. Надо привыкнуть к его тачу. Ну, такое, скажем. Управление громкостью, кстати... А, вот оно. Это на максимум. Эй, народ. Хватит. Хватит. А то меня заблокируют. А, блин. ОЦС. А то меня заблокируют. Ну, в общем, так себе. Одно. Подавать звуки в винде оно сможет. А какой-нибудь голос, я думаю, тоже сможет. Хотя, с другой стороны, если здесь нет микрофона, то зачем вам голос? Вам придется использовать наушники и так далее. А можно еще попробовать вот Duhast запустить. Ну, тихенько. Да, согласен. Тихенько. Тихенько и не басово. Так себе. Так себе, да. С наушниками, вернее, с колоночками. Ну, в принципе, ну, в принципе, как бы, девайс имеет право на жизнь. Несмотря на вот эти вот небольшие грехи. Я имею в виду внешний источник питания. Если говорить о мобильном девайсе, да, то... Или о мобильном использовании, то берем, соответственно, еще один блок питания. Подключаем его к нему и погнали. Такой вот вариант работы. Ну, не знаю, понравился вам или не понравился монитор. Мне сама картинка нравится. Мне сам тач-вариант тоже нравится. То есть, это серьезно облегчает работу. Особенно, если мы говорим о том самом нюке, да. То есть, который там стоит где-то себе. Я здесь положил клавиатурку. А! О! Клавиатурку! Точно! Где-то здесь был же еще один переходник, где было сказано, что после того, как вы подключите USB Type-C, USB, micro USB, и туда подключите флешку, вы будете видеть эту флешку. Ну, давайте посмотрим, увижу ли я эту флешку. Вот здесь вот у меня есть micro USB. Есть такой. Вот я туда втыкаю, видно, не видно, флешечку. Ну, не знаю. О! Ты бачка потвора! Сработало! Не знаю, что на ней, но сработало. Давайте глянем. Где оно может у нас быть? Оно может быть в USB-C. Да, смотрите, работает. Но я так понимаю, что это будет скорость USB. А! Это установочная винды или сервера. Скорее, сервера. Установочный сервер. И я думаю, что скорость будет, конечно, не очень радостной. Но, с другой стороны, как вариант использования, опять же, сюда можно подключить клавиатуру, мышку и прочие-прочие-прочие вещи. Да, то есть, там, для того, чтобы не тянуть провода к Nuke и не использовать его еще один порт. Ну, а здесь вот вы, так, забегая уже вперед, видите PCMark-овский вариант работы Nuke. И можно увидеть, что в PCMark-10 Extended он выдал 1249. Неплохая цифра для Celeron, слабенького, маленького. Зато у нас там есть SSD и зато у нас там есть 8 гиг памяти. Ну, а как с этим всем работать дальше? Смотрите в следующих видео. Но не напоминаю, что подписывайтесь, ставьте лайки. Внизу, в описании к видео, есть ссылочки на все остальные девайсы. Напомню, что я уже 2 года, даже более чем 2 года эксплуатирую вот этот вот монитор. Вот видно, насколько он заэксплуатированный. Он, кстати, не тачевый, в отличие от данного, как он называется, X-панель. И также напомню, что будет скоро на канале розыгрыш. Поэтому подписывайтесь на канал среди подписчиков. Посмотрим, кто выиграет. Сценарии стандартные. Подписаться, лайкнуть, расшарить. И оставить коммент на свой расшаренный пост с моим видео. Так что будьте готовы. Смотрите. Ну и пишите комменты. Ставьте лайки. С вами был я, Игорь Шаститко. И всем удачи. Счастливо. Пока. Увидимся.